Привет, мои хорошие, с вами Селена Свеи, сегодня у нас будет очередной влог, но я скорее хотела, да, я вот такая вот красотка, потому что хочу пофоткаться, потому что мы собираемся в бассейн с Кристиной, и перед тем, как пойти, мне пришла посылочка, я очень бы хотела поделиться, что мне прислали, я так давно ждала эту посылку, сейчас все покажу. Мне прислали вот в такой коробочке украшения, и это не просто украшения, это украшения, первое, что я хочу показать, сейчас, сейчас, вот, смотрите, 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 какая красота, Селена написана. Вот такой вот маленький бриллиантик, во всяком случае, это то, что заявлял продавец, что это серебро 925-й пробы, оно позолоченное, оно есть как в золоте, желтом, так и в красном золоте, и есть просто в серебре. Я заказала золотой, не знаю, почему я заказала золотой, в общем, захотела, кстати, сейчас я его и одену. Мне очень нравится, я давно хотела себе такое заказать, чтобы там было написано Селена, это же очень круто. Да-да, Селена. Еще также мне пришел вот такой браслет, тоже золотистый, на нем написано Селена Свэй, Селена Вселенная, это тоже серебро, и как раз-таки я взяла цвет в цвет такой вот, как мое ожерелье, и здесь можно делать любой размер, в принципе, ну, вот он не спадает с меня, да, я вот так вот его закрепила, и он прекрасно держится, по-моему, очень красиво, вообще, супер браслет, крутой, мне очень нравится, честно говоря, я в восторге. Класс! Также я взяла себе еще вот такие, ну, шармики, так как у меня много браслетов есть, два, ну, как минимум браслета, и оба они серебряные, такая вот буковка С, там есть разные буквы, я взяла две буквы С, то есть Селена Свэй, да, понимаете, тоже они серебряные, и взяла вот такой, конечно же, микрофончик, ну, это я вот пою, и вот такая вот символичность, вот такой вот микрофончик маленький. Классно! Все, эти шармики я одену их на, я одену их на свой браслетик, а сегодня я пойду вот с этим браслетом и вот с этим вот украшением. В общем, я очень довольна этой посылочкой, и все пришло хорошо упаковано, также пришли еще вот такие вот пакетики всякие, куда можно все это сложить, также вот для украшения тоже такая вот штучка. Фирменный пакетик пришел, фирменный пакетик, вот, и, ну, упаковано все очень хорошо, то есть мягенькая здесь такая штука. Вот, что у нас здесь еще? Ну, вот, вот эта фирма. Ссылку, во всяком случае, я оставлю внизу, потому что я помню, что я даже искала и в интернете набирала на заказ украшения, именные украшения, гравировка, и я, честно говоря, не могла найти. И тут мне вот такой вот подарок вселенной, да, можно выбрать и все сделать. Поэтому я теперь полностью довольна. Посмотрим, как оно будет носиться, насколько долго оно будет держаться, я этого не знаю, поэтому со временем только смогу вам сказать. Буду держать вас в курсе. Все, я побежала. Все, сыночка, давай, собираемся, бежим. Мы приехали к Кристине. Посмотрите, какая она загорелая красотка с моря. Зараза такая. Блин, ну я просто смерть на твоем фоне. Просто как будто я не загорала. Селена, у тебя голубые глаза, ты светлая. Подожди, не надо вот уговарить меня. Просто как будто все эти дни напролет, которые я в своем дворе провела, жарилась там пища с двух сторон. Все насморку, все насморк хотела сказать, все насморку. Вот, пожалуйста. А я сколько бы не висела на турнике, тоже значили. Да ладно, да ладно, спортивная. Ой, где такая у меня? Да рост, рост. Короче, сейчас мы пойдем в бассейн, я буду нагоняться, Кристинку в тенечку посажу. Пусть это отдыхает. Дэна! Дэна! Вот сижу, кормлю ребенка и говорю, Крис, я говорю, вот раньше мы с тобой, я говорю, вот там вот у большого бассейна фоткались, загорали, не знали, чем заняться. А теперь, говорю, у детского бассейна плещемся и кормим ребенка. И моя спина уже сгорела просто, а то, что на нее солнце напало, а Кристина черная вся. Я говорю, давай, подержи. Да иди, держи, держи. Сейчас пойду, короче, кружочек сделаю в бассейне. А, ну посидим. Да, еще я заказала селаты, хочу попробовать, что здесь за латы. А здесь должно быть вкусно. Ой, я снимаю опять свой рот. Это пусть наша еда осталась. А это наши латы. Сейчас заценю. Я, кстати, я, кстати, латы взяла себе с кокосовым наполнителем. И напоминает Малибу. Ладно, пошла, пошла. А то Кристина долго не может. Нет, я могу, но он плакать будет. А, да, он плакать будет, и она потом не может, когда он плачет, она уже не может. Она переживает. Крис, ну как тебе с моря и сразу на бассейн? Чурненько. Чурненько. Красиво. Ну и вообще, я хочу, что сказать. Я хочу показать, какая ты чурная. Что ты хотела сказать? Ну я хочу сказать, что лучше бассейна нет ничего. Да? Ну я больше бассейна люблю, да. А где ты была, кстати, на море, никто не знает? В Красноторском крае, на побережье. Ты много проехала, да? Главное, российский, в Геленджике. А Браудерсо, это что? А Браудерсо, это почти что она. Дело не в том, что куда мы ехали. Дело в том, что я все равно боюсь подводных существ. Ну правда, мало ли кто там плавает. А здесь никто и не плавает. Здесь все чисто. Сын поспал сегодня у меня всего лишь полчаса, пока я ехала. Потом проснулся, и я устала без перерыва. И только я его уложила, Кристина плавает, я ее зову. Говорит, давай фоткаться скорее, пока спина спит. Вот оно, счастье, мама. Прическу надо поправить, я. Ой, мужик, я тебя. Спит мой котик сладенький. Спит мой зайчик, пупсик. Идем фоткаться с Крис. Мы идем фоткаться туда, где я еще ни разу не фоткалась. Интересно, обычно люди, которые сзади идут, впереди их кто-то обгонять, они начинают лицать и говорить, что они... Не снимайте меня. Нет, нет, они обычно говорят, можно пройти? А этот идет, слышу, сзади. Я завтра проснусь знаменитым. Короче, такая интересная сигналочка. Да. Ну вот отсюда хорошенький вид получится, да? Пойду принаряжусь. Ну, у меня помятое платье уже за все это время. Я не знаю, будет видно на фотках или нет. Попытаюсь в фотошопе что-нибудь убрать потом. Шикарный фонтанчик. Мы нафоткались, но у меня не получилось фоткаться, как тогда, давно. Какие-то сейчас нелепые фотки получались. В общем, будет что-то новое в моем инстаграме. Крис. Заявленные ингредиенты не соответствуют вкусу. У нас малена, голуби, камята. Ты не чувствуешь, да? Я чувствую только горечь. Но я уже дую обратно, пытаюсь его продуть. Ну, как вот внешний кальян, вид внешнего кальяна такой вот. Чистка. Крис все завязывает. Скуреван. Музыка хорошая. Люблю. 89,4. РДС. Или нет, подождите, это радио. Ростов. Да, кстати, здесь бывает классная музыка. Мы подъехали сейчас до Кристинки. Сейчас она должна дать мне сало. Сало копченое. Ну, там надо передать кое-кому. Не мне, не думайте. И, в общем, мы устали. На самом деле, сына проспала. Сейчас проснулся. Сейчас придем домой. Первым делом в ванну купаться. Включу телевизор мультики. Дам Дэнчики игрушки. Не знаю, будет сегодня прямой эфир или нет. Я, честно говоря, очень устала. Скорее всего, сегодня прямого эфира не будет. Буду отдыхать, потом малыш уснет, и я буду монтировать видео. Так что, если я сегодня не включусь, то включусь уже завтра. Но вы, в принципе, знаете, чем я буду заниматься. Но если вдруг что-нибудь придет мне в голову и нужно будет вам сказать, я обязательно включу камеру и скажу вам. Погуляли, отдохнули, хорошо. Привет, мои хорошие. Доброе утро, точнее, доброго дня. Фу, жара просто ужасная. Я сейчас шла пока до этого вот нашего скверика. Мне кажется, 45 плюс у нас. Ужас просто. А говорят, что еще будет какая-то аномальная жара с 12 по 18, что ли. МЧС передавал или вот что-то я слышала. Фу. А я малого уложила и давно хочу уже в агентство недвижимости тут сходить рядом с домом. Посмотреть цены, прицениться, сколько стоит то, что я хочу. Квартиру. Нужно визуализировать. Нужно визуализировать свои желания и знать точно, что ты хочешь. Тогда оно к тебе быстрее придет. А у меня пока что размазано. Я не знаю, как, не знаю, что, не знаю, за сколько. Вот если мне тогда сейчас деньги, да, а я и обзываю, куда, что, и будет еще очень много времени тратиться. Вот. И для этого нужно точно знать, что как только у тебя появились деньги, все, ты идешь, звонишь куда нужно и говоришь, бронируйте, я беру. Поэтому я хочу понять, что конкретно мне нужно. Вот, потом думаю зайти в фикс прайсик и что еще. Фикс прайс за продуктами. В общем, оставайтесь со мной. Жара. В общем, не получилось у меня визуализировать пока что квартиру, потому что, чтобы подобрать мне квартиру, у них услуги стоят 150 тысяч минимум, от 3 до 10 процентов от стоимости квартиры, либо, ну, то есть, поняли, да, и продать мою у них тоже стоит 50 тысяч рублей. Ну, как бы мне показалось, что это немного дорого, да, конечно, там у офиса, там все такое, все дела, все по-модному, но мне кажется, что это можно сделать намного дешевле и без особых усилий. Тем более я вспомнила, что у меня куча знакомых, кто работает в агентстве недвижимости, и моя мама работала в агентстве недвижимости. Короче, ну, просто меня тянуло туда, не знаю почему, наверное, чтобы я лишний раз убедилась в чем-то. Так, сейчас я зашла, купила все продукты нужные для малыша в пятерочке, сейчас я зайду в фикс прайс и домой. Что я захожу, вижу, сразу бросается в глаза вот такая классная корзинка, я не знаю, но она одна, вот здесь, конечно, немножко она испорченная, может, другие есть, но вообще клево, и вот какие-то еще новые, вот такие. Мне кажется, дома можно что-то коронить, но вот это классная вообще, для интерьера даже очень хорошо. Дэнь, что ты пытаешься уже тут взять? Лошадку хочешь взять? Лошадку хочешь? Вот такие вот лошадки. Игрушка-лошадка на батарейках. Дэнь, перестань снимать лошадок. Вот такой вот коврик здесь, я смотрю. Нет, он все-таки взял эту лошадку, снял. Вот такой, за 99 рублей, мягенький, розовенький. Вижу вот такая деревянная коробочка. Закрывается надломочек вот так вот. Набор фломастеров вот в таких вот бутылочках. Провезиненная штучка. По-моему, очень прикольно. Букварь. Ничего себе, это как у нас в школе было, интересно. Надо заглянуть. Ух ты! Скоро мы такой тоже будем покупать. Классный. Не, не помню, какой был. Ну, похоже, был синенький вот такой, мне кажется. И мальчик с девочкой нарисованы были. Ну-ка, напомните, девочки, такой у нас был или нет? Да, я нашла, вот они, плойочки эти белые. И они электрические, они не на батарейках, они со шнуром. Но я взяла, и мы будем с вами пробовать. Еще смотрите, что здесь, новые зеркала. Вообще классные, белые и черные. Они вот так вот отодвигаются и становятся. Классно. Но у меня уже зеркал этих просто море, уже некуда ставить. Поэтому я брать не буду. Че еще? Блин, так мне эти сумочки нравятся. Ну, я серебристую взяла, вот она идеальна. Я давно хотела себе очки с желтыми стеклами. А я смотрю на себя, не пойму, блин, а че они не желтые? Вот так вот сделала, желтенькие. Как мне идут? Ну, это не от солнца очки. Это вот здесь, в вот таких вот товарах. Видимо, от чего-то, чтобы в глаза не попадало. Мне кажется, симпатично, как вам. Смотрите, какие невероятные эти баночки для еды, для кофе классные. Единственное, что я не покупаю круглые, потому что для меня более компактные, такие квадратные. Поэтому. Но это очень красиво. Когда будет много места в квартире и на кухне, тогда буду брать такое. Вам рекомендую прям вообще. Красота, красота. А еще я люблю прозрачные, чтобы видно было, че там. Смотрите, наконец-таки в фикс-прайсе появились циферки новые. И здесь единичка есть. Но я уже купила на рынке большую единичку, другую. Все всегда не вовремя. Так бы здесь взяла. Захотелось чего-то холодненького, газированного и необычного. И вот я взяла в своем любимом месте, где я осетинские пироги беру, какая-то вот такая фихуа. Очень вкусненькая. Прям вообще. Фихуа я люблю. Да, люблю ее в любом виде. И еще малому купила прикольную штучку для моторики развивать. Посоветовали мне. Вот такая. Хоть здесь и написано, представляете, целых три плюс. Но в три года, по-моему, никто уже таким не играется. И вот продавщица, она своим ребенком покупала, говорит. Ну, в общем, для моторики отлично. Мы, говорит, играемся, нравится. И мой нормально играется с ней. На, Дэнь. Садись, играй. Все, домой едем. Жара, умира. Прибежали домой. Сейчас вы еще чуть больше узнаете обо мне. Например, что я, когда прихожу домой, мне нужно полежать. Раньше это так было, что я даже бросала сумки. Если их срочно не нужно разбирать, что-то в холодильник, то они оставались просто. И я лежала. Пока я немного не приду в себя. Могла даже повтыкать в телевизор. Если я очень голодная, то мне нужно поесть и потом лежать. Что-нибудь в бутерброде какой-нибудь перекусить. Но сейчас малое, поэтому мне не удается прям сразу лежать. Мне надо его сначала накормить, переодеть, там все манипуляции сделать. Сама быстренько бутербродик съела и все, сейчас лежать. Ну, и сумки разобрала, естественно. Я хотела порекомендовать вам просто. Я... Мне мама порекомендовала. Я уже в какой-то... Я в каком-то из влогов уже говорила, наверное, Arctic Grill. Вот такая вот, знаете, вот прям нежная крем-паста написана. И это реально нежная крем-паста. Она из морепродуктов сделана. Вот это чесночная. Но я взяла и чесночную, и классическую. Их два вида. Просто сейчас вот на бутербродик сделала. Она нежная. Она реально вот из морепродуктов. Очень вкусная. Я с таким большим удовольствием съела. Единственное, после нее очень хочется пить. Она соленоватая. Два бутерброда просто умялась сейчас. Я с большим удовольствием запила вот этой вот фихуа. Получила истинное наслаждение. Сейчас с малым в кровать и телек. Просто воткну и минут 20-30 полежу. Фух. Доброе утро. Уже не утро, блин. А уже реально не утро. У меня сумасшедший день начался просто. Со звонков, с криков. Мы сегодня, кстати, спали допоздна, Денечка. Нельзя лезть к моему телефону. Просто, я не знаю, там медом как будто намазано. Я уже не знаю, как его от моего телефона отвадить. Розетки, телефоны. Просто кошмар какой-то. Фух. Так, мы уже поели и искупались. Точнее, сына поел. Я не ела. Я только кофе себе налила. Время полвторого. Я только кофе себе налила. В 11 мы проснулись сегодня. В полуденце. Нет, даже в полдвенадцатого. Сегодня мы много спали. Почему много спали, я не знаю. Деня. Пожалуйста, не трогай мой телефон. Пожалуйста. Вроде понял. Слезами похоже. Так, я не могу никак... Да, короче. У меня сегодня такой день. У меня много всего, чего сейчас в голове. И мой интернет просто не даст мне возможности загрузить сегодня видео. Поэтому сегодня не будет видео в один день. Причем самое хорошее, когда нужно выкладывать видео. Ну, вот так складывается все. Сейчас, кстати, приготовила. Знаете, что? Так еще ни разу не делала. Взяла индейку и побросала... Ну, порезала индейку, там, бедро индейки. Порезала. Порезала туда картошечку, помидорчики, перчик. Вот. Посолила все. И на пару, на 30 минут. Посмотрим, что сейчас будет. Вот. Сейчас допью кофе. Сейчас попытаюсь что-то сделать в видео. Но, может быть, оно загрузится. Но оно, если загрузится к вечеру, я не знаю, есть ли смысл вечером ставить это видео. Вот. И, в общем-то, все. Короче, я устаю и буду отдыхать сейчас. Сына просто везде лезет. Так и хочется связать ему ручки и ножки, чтобы он никуда не лез. Жара неимоверная. Кондиционер просто не справляется. Ладно, не буду вас грустить. Как только все изменится, я приду к вам, вернусь. Вот. Прошло время. Все сварилось. У меня здесь индейка, картошка, помидор один. Картошек три штуки, потому что я люблю картошку. И один перчик. Вот. Сейчас я малому все это покидаю, перемолю. А сама вот пойдем так. Доброе утро, мои крошки. Свет, свет. Свет, свет. Сейчас мы решили пойти погулять с Ленок. Завтра у меня уже день рождения. И я покрасилась, но тут особо не видно. Хотела вам еще показать при свете дня. Ну, уже на дне рождения, наверное, увидите, какой цвет получился у меня. До конца. Сейчас мы пойдем в торговый центр, погуляем. Вот. Завтра будет рождение, завтра будет новый влог. Поэтому сегодня мы побудем и с нами еще в горизонте погуляем. И вот. И закончим влог. Так что оставайтесь со мной. Вот мы и встретились. Леня, такая темень. Привет. Иди сюда. Та-дам. Вот и свет. Я голодная. Ленок, ты голодная? Нет. Класс ты. Я еще ни разу не поела. Я же после басика наелась. Ой, молодец. Короче, сейчас мы сначала попушим куда-нибудь, потом будем гулять, да? Да. Красота. Я решила, кстати, снять сережки оранжевые. Что-то у меня не аси сюда. Ну что, зашли мы снова в хлебную лавку, только уже в горизонте. И вот мне принесли равиоли и кофе. Кофе вкусный, с сиропом, правда, карамельным. Очень сладко мне. Вот. Но так вкусно. А сейчас буду равиоли пробовать с курочкой. Женечка, ты дашь маме поесть? Бесподобные равиоли. Очень вкусные они. С лисичками, по-моему. И соус такой охренительный просто. Вот. Горячие-горячие. Прям вообще. Сейчас чуть-чуть подостынут, и я их прям залопаю все. Я обожрусь этой порцией. Дени, что ты делаешь? Дени, что ты делаешь? Решаешь маме кушать? Люблю, когда дают жвачку после всего. А мне еще очень нравится, как они вот подают в книжке такое. Говорила я или нет? Я, кстати, не помню, в той, на Пушкинской, делали так или нет. Вот в такой книжечке счет. Класс. Так мило. Ну, кот выбирает. Покажи, какой стиль тебе нравится в одежде. Я разный стиль нравится. Ну, вот этот твой прям стиль. Ты все время любишь такие цветочки, рюшечки, легкое что-то. Хлопка? Хлопка хоть? Ты же хлопка любишь, я знаю. Да я тут не написана. Где там бирка? Ну, а как ты будешь так брать без знающего? Это не хлопка. Нет, обычно я читаю. Без кожи. Сто процент знаю без кожи. То, что ты любишь. И что стоит? 600 рублей. Это бенетонимы, да? Что делать? Это же диеты. Зашла в какое-то место необычное. Здесь, короче, с шариками готовят напиток. Я взяла себе чай зеленый, они сами его делают. И добавили туда внизу у меня шарики. И такая огромная толстая трубочка. Я пью, у меня такой чай. А где шарики? Внутри тяни. Короче, внутри вот здесь вот такие вот шарики. И пьешь, и попадает тебе шарик, а внутри там вкуснятина. Кто-нибудь пробовал такое? Называется Bubble Smoothie. А, нет. Я не знаю, как называется. Короче, что-то прикольное. Bubble Mix называется. Ленка заценила уже. Сели на лавочку, накормила, молола. Ленка побежала в H&M с моим любимым, показывает, что она там выбрала. Я, кстати, купила Tommy Moli. Точно? Tony Moli. Все время забыла, как называется Tommy Moli. Tony Moli. Опять забыла. Вот такой вот тинк. Всего лишь за 100 рублей. И еще под глаза купила себе коллагеновую. И маску купила. Дэнь. Дэнь. Ладно, пойдем. Вот. Да что ж такое? Остановлюсь куда-нибудь. Вечно не видно света. Я хочу помаду вам показать. Тинт этот. Сейчас. Будет свет. Нормально. Нигде света нету. И я какая-то не в фокусе. Я первый театр. Давай. Свет, фокус. Вы где вообще? Вы сейчас со мной не дружите? Тут теплый какой-то. Ну-ка. Ну вот, смотрите. Интересно, да? Он сделан как блеск и вот такой цвет приходит. Ну, как раз с моими оранжевыми боками. Дэнни едет вон там, поел. Кайфует. Хоть сидит нормально. А то все время встает. Невозможно прям. Все, дорогие, мы прощаемся. Лена еще пойдет с любимым в спортмастер, да? Что-то там выбирать. Хорошо, Ливу. Да, а мы пойдем уже готовиться к дню рождению. До дома. В общем, завтра встречаемся на месте назначения, да? Да. Ну да. Да. Устали уже. Да, устала, да. Все, все, пока. Пока померили все кофточки. Все, пока. Все, пока. Давайте. Вань, пока. Почти, Вань. Красаветки. Фу. Жара просто жуть. В общем, мы попрощались, сели в машину. А тут сауна в машине. Едем домой. Я выпила уже весь, вот здесь вот зеленый был чай. Остались вот эти вот прикольные шарики. И очень даже классно. Остатки сладкие называются. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok